Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это мировые новости. Центр стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, рекомендует изменить нынешнюю правоохранительную систему и декриминализировать ряд мелких преступлений, сообщает Rambler News. У нас сегодня за решеткой в СИЗО сидит более 600 тысяч человек. 200 тысяч человек их охраняют. Вместе с семьями, кто охраняет, можно сказать, что у нас более миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях тех вызовов роста, отсутствия дополнительной рабочей силы, мы должны пересмотреть такую политику, сказал Кудрин, отметив, что показатели заключенных в России по сравнению с Европой в 2-3 раза выше. У нас даже за небольшие преступления наказание до 2-3 лет лишения свободы. Это избыточно, полагает Кудрин. Не будем забывать историю. В разные ее периоды труд заключенных составлял немалую долю экономики страны. Они строили крупные инфраструктурные объекты, работали на закрытых заводах и фабриках. Выражение полстраны сидит, а полстраны ее охраняет пошло именно оттуда. Правда, и цена была высока и измерялась в человеческих жизнях. Последние десятилетия количество заключенных в стране сильно снизилось, а вот количества охранников нет. Поэтому предложение Кудрина вполне логично, и пока все говорят об увеличении количества трудовых мигрантов, он ищет внутренние резервы. Министерство культуры всерьез вознамерилось ограничить прокат зарубежного кино в России. Для этого планируется повысить стоимость прокатного удостоверения для иностранных фильмов с 3,5 тысяч до 5 миллионов рублей. Делается это якобы для того, чтобы защитить российский рынок от некачественных зарубежных картин и направить появившиеся средства на поддержку российского кино. Правда, вместе с водой могут выплеснуть и ребенка, то есть саму культуру. Дело в том, что артхаусные фильмы, то есть как раз те, которые представляют культурную ценность, как правило, выходят в малом количестве кинотеатров и собирают немного денег. Поэтому 5-миллионный откат государству приведет к банкротству всех компаний, занимающихся прокатом авторского кино. Им, правда, объявили, что Минкульт готов освободить их от платы за фильмы, выходящие ограниченным прокатом до 150 киноэкранов. Однако, по подсчетам предпринимателей, этого все равно не хватит, чтобы окупить затраты. От нововведения пострадают прежде всего середники рынка, которым и 5 миллионов придется платить и надеяться, что кассовые сборы окажутся достаточными, чтобы окупить затраты на покупку фильма. При этом не будем забывать, что 50% выручки остается у кинотеатров. В маниакальном желании поддержать местный продукт в Минкульте обычно действуют топорными методами, после которых остается выжженная земля. При этом почему-то никто не думает о том, чтобы повышать качество российского кино, чтобы зритель при прочих равных условиях мог сам выбирать, что ему смотреть. Это были мировые новости.